Всем привет! Продолжим развивать наш пайп, сделаем его сейчас более автоматизированным. Для этого будем говорить о том, как нам связывать нашу систему хранения кода с нашей системой CITD, автоматизацией код-кода. Не называйте, в нашем случае это Jenkins, но вообще это справедливо для любых подобных систем. Итак, у нас с вами автоматический запуск пайпа сегодня рассматривается. Поговорим сначала о том, как это в идеальном мире выглядит. Для разработчика все должно происходить так. Так, разработчик вносит какие-то изменения и через какое-то время получает доступ к новому коду. Желательно, чтобы в этот момент еще к нему прилетали результаты каких-то тестов, сборок, диплоев и так далее. То есть DevOps, инженер, основная часть его работы это сделать так, чтобы разработчику легко и понятно жилось. Чтобы разработчик ничем кроме кода не занимался, не ходил ни на какие сервера, не делал ничего руками, кроме своего кода. И вот эту магию мы сейчас и будем разбирать. Значит, что у нас скрывается за этим замечательным волшебником? Есть куча вариантов того, как это реализовать. Рассмотрим самый основной. Значит, разработчик у нас выполняет пуш какого-то своего коммита. То есть он поработал, внес изменения, отправил их в систему хранения версий. Допустим, в GitHub, в GitLab, в Bitbucket, что угодно. После этого нам нужно, чтобы что-то триггернуло выполнение работы Jenkins. Чаще всего это какие-нибудь хуки на GitHub и так далее. Суть в том, что после того, как система хранения кода получила от разработчика изменения, она пинает Jenkins. И Jenkins выполняет какие-то действия. Чаще всего Jenkins должен полученные изменения протестировать, сравнить, прогнать против них какие-нибудь там юнит-тесты, функциональные тесты, все что угодно. То есть проверить то, что внесенный коммит не ломает текущие логики работы и вообще как бы справедлив, промочен. Если у нас что-то пошло не так на данном этапе, то у нас сборка чаще всего должна отмениться. И информация об этом должна прилететь разработчику. В данном случае у меня вот Slack нарисован. Ему приходят результаты тестов. То есть красный крестик это у меня такой неуспех. Также Jenkins у нас умеет вернуть информацию об этом, допустим, на GitHub. И в GitHub тоже появится отметка о том, что данный коммит у нас не прошел какие-то тесты, поэтому его, допустим, нельзя слить в мастер и вообще продолжать с ним работать. Если у нас тесты произошли как-то удачно, мы собираем результат нашей работы и получаем какой-то артефакт. Опять же, не обязательно. Тут может не быть сборки, может быть сборка, может в результате получиться приложение, докер образ. Может ничего не получится, просто вы проверяете код. Если код нормальный, вы его оставляете как есть. Может быть его потом на сервер загрузите вообще в том же самом виде, в котором его сделал разработчик. Чаще всего, конечно, мы этот код упаковываем в какие-то архивы, чтобы дальше с ним работать было удобно. Так вот, если у нас с вами результаты тестов были успешны и все собралось, мы получаем артефакт. Это у нас такая коробочка. И этот артефакт мы в дальнейшем отправляем на какой-то сервер. Допустим, у нас есть несколько с вами средств. Мы как-то про это с вами разговаривали, еще к этому вернемся. Допустим, у нас есть какой-то такой тестовый сервер. И на этот тестовый сервер в случае успеха Jenkins отправляет эту коробку с артефактами, там ее распаковывает, все устанавливает. Если все происходит удачно, у нас сразу появляется доступ к новому коду. Допустим, через браузер, если это какое-то браузерное приложение. Может быть через какие-то другие инструменты и клиенты, неважно. И информация об этом опять же приходит в виде нотификации разработчику. Если что-то пошло не так, тесты какие-то не прогнались после того, как мы установили код, или может быть установка сломалась, или что-то еще пошло неверно. У нас опять же идет информация об этом разработчику в код, и Jenkins в идеальном случае откатывает состояние тестового сервера на момент до установки. То есть в целом работа Jenkins такова, он каждое изменение проверяет, если все нормально собирает, ставит на сервер. Если на сервере все нормально, оно там остается. Если на сервере все плохо, откатывает все изменения, оставляет все в таком виде, как оно было до установки, и пишет об этом разработчику. Значит, нас сейчас интересует только вот эта вот левая часть, где у меня от GitHub к Jenkins стрелочка. Тут нужно понять то, что есть несколько вариантов реализации этого. Push и Pull, то есть когда у нас система наша, будем называть сейчас ее только GitHub, пинает Jenkins по изменениям, или когда Jenkins сам опрашивает наш GitHub. В идеальной ситуации нам, конечно, нужно, чтобы у нас Jenkins сам лишний трафик не генерировал, и чтобы его пинали по всем изменениям. То есть в данном случае верхняя часть картинки у нас минимизация трафика, у нас как только разработчик отправил какие-то изменения, Jenkins сразу об этом узнал, начал собирать. Но для этого самое важное, нужно, чтобы GitHub мог как-то достучаться для Jenkins. Тут у нас есть различные варианты, просто нужно подумать, как это можно реализовать. Чаще всего, если у нас с вами есть наш GitLab какой-нибудь, или еще какой-то репозиторий локальный, в нашей локальной сети, и есть локальный Jenkins, то проблемы нет. Внутри по локалке они договорятся. Если у нас есть какой-то внешний GitHub, и Jenkins с какой-то внешней точкой входа, не знаю, внешний IP-шник, имя, все что угодно, то они тоже между собой договорятся всегда. Они могут друг с другом разговаривать. У нас может быть уникальная ситуация, когда у нас репозиторий находится локально, вся наша работа, весь код хранится локально, а Jenkins какой-нибудь у нас внешний, или это может быть какая-то внешняя система сборок облачных, все что угодно. И тогда мы тоже можем из локалки достучаться до нее. Но если у нас по какой-то с вами причине Jenkins какой-то локальный, а все остальное находится снаружи, то снаружи в наш локальный Jenkins достучаться нельзя. У нас, например, ситуация такая, что Jenkins у нас находится внутри облака Амазона, он закрыт, он за VPN, у него нет никаких внешних ходов, а весь код хранится на GitHub. Но так как у нас есть Amazon, мы там системой сложной с амазоновскими очередями, SNS, MSQS, делаем так, что GitHub у нас стучится в точку входа для Амазона, а Амазон это сообщение уже через очереди определенные отправляет на Jenkins. Мы сейчас с вами будем рассматривать более простую версию, так как у меня все находится внутри VirtualBox на моей машине, наш Jenkins, и мы используем глобальный GitHub, то глобальный GitHub он никогда моего Jenkins достучаться не сможет. У меня нет никаких точек входа для моего Jenkins в виртуалке, поэтому я Jenkins будет сам периодически отпрашивать GitHub. Тут есть минусы в том, что у нас, во-первых, Jenkins будет постоянно генерировать этот мусорный трафик, опрашивать GitHub. Во-вторых, у нас изменения, он будет привязываться только по расписанию, и чаще, чем раз в минуту мы это сделать не можем. То есть там в худшей ситуации разработчик после того, как внесет коммит, должен будет минуту ждать. В принципе, это, конечно, во много раз лучше, чем когда разработчик делает все руками, но тем не менее, когда идет постоянный интенсивный процесс разработки, эта минута, она довольно-таки критична. Поэтому такую ситуацию нужно избегать. Мы с вами будем смотреть такой простой примерчик в наш прошлое развивать, когда у нас разработчик вносит изменения на GitHub. В данном случае он там конвейер может поменять, наш pipe Jenkins'овский. Чаще всего у нас он будет менять Docker файл, так как мы с вами собираем Docker образ. А Jenkins будет просто раз в минуту стучать на GitHub, и если видеть это изменение, он будет собирать наш Docker образ. Вот такая у нас сейчас с вами программка. Мы с вами сейчас продолжим варварски редактировать файлы на GitHub. Скоро мы от этого перейдем уже к нормальному консольному GitHub, но пока я и так на 7 минут сейчас наболтал. Нам нужно с вами поскорее с этим справиться. Берем наш Jenkins файл, он называется Docker Build, Example Auto Build. Вспомните, какой бы из них, а вот 10 дней назад, наверное, который мы с вами делали. И прямо здесь я его поменяю. Все, что мне нужно, это добавить одну строчку. Я ее добавлю, например, под агентом. Можно, конечно, и под опциями. Я сейчас вам объясню, откуда я взял. У нас появляется триггер, который триггерит сборку. Действие его опрашивать SCM. И вот эти вот звездочки обозначают спрашивай каждую минуту. То есть чаще мы это сделать не можем. Я сохраняю эти изменения, назову их PaulSCMEdit. Откомните, вы этот файл можете точно так же увидеть на GitHub. Можете там посмотреть историю изменения точно так же. Никаких проблем. Итак, откуда я это беру? Если я скажу, допустим, Jenkins Pipeline, просто напишу. У меня должен появиться, вот он, учебник Jenkins'а сразу автоматически. Dogbook Pipeline. Все, что нас здесь интересует, это какая-то информация об этом пайплайне. Что мы можем сделать? Мне здесь нужен, вот он сам наш пайплайн, жирненький. Можно в него перейти и посмотреть. А вот есть pipeline syntax сразу. Syntax из pipeline. И здесь куча вариантов того, что можно использовать в пайплайне. Нас интересуют сами триггеры. Можно, конечно, просто поискать. Можно покрутить. Давайте так, поищем через command file. Triggers. 20. Падение. Долго же нам щелкать. Вот они триггеры. Есть варианты по крону, PaulSCM или upstream. Upstream у нас вариант, когда у нас какой-то вышестоящий job триггерит выполнение нижнего. То есть, когда нам нужно выполнить какой-то каскад задач. Мы написали несколько наших пайплайнов. И нам нужно, чтобы они по очереди, по кругу отрабатывали. Если предыдущий выполняется удачно или наоборот неудачно, куча вариантов. И вот наш вариант PaulSCM, который говорит, как у нас он может работать. Вот здесь написан его синтаксис. Все, как может происходить. То есть, почитайте, разберете здесь кучу вариантов. Причем Jenkins, по-моему, умеет это делать рандомно. То есть, не просто каждые пять минут проверять что-то. И тогда это будет в пять минут, там, в десять, пятнадцать. А в период от нуля до пяти минут проверять. То есть, он может проверять через пять минут, через три минуты, через минуту. Потом снова через пять минут. Таким образом он так рандомно распределяет нагрузку. И не получается таких диких всплесков на какие-то ровные отбивки по минутам. Так, идем в наш Jenkins. Вот он наш Jenkins. Jenkins и вот наш прошлый пайп. Пайп сейчас пока еще не знает о том, что я внес в него изменения. Потому что мы его на данном этапе с вами запускали всегда вручную. Поэтому мы с вами сейчас запустим его еще раз вручную. И он сейчас у него будет первый шаг, когда он проверяет изменения. На STM он проверит... Давайте посмотрим. Так, а мы же с вами ставили Green Balls. Почему у меня опять шарики зеленые? Надо будет посмотреть. В смысле, синие. Вот он выполняется у нас. Посмотрим консоль output. В консоль output он проверяет у нас изменения. Должен увидеть наши последние коммиты. Вот он видит то, что появился коммит по SCM. И теперь он знает о том, что ему нужно выполнять действия по опросу нашей системы хранения версий. Теперь все, что нам осталось делать, это внести какие-то изменения и убийца, что это сработает. Я давно не делал пол SCM, поэтому я надеюсь, что сработает. Но пока не знаю. Итак, мы с вами пойдем сейчас в наш Docker файл, который мы изменяем. Он здесь же у нас находится. Мы с вами делаем, по-моему, мой Toolbox. Вот он, Docker файл. Значит, в комментах уже мне писали, и я вам тоже хотел сказать, что по-хорошему, конечно, есть разные варианты писания Docker файлов и стремятся создать минимальное количество слоев. То есть, в принципе, все эти раны можно объединить в один. Тут важно отметить, какой момент. Если вы собираете ваш Docker образ на одной и той же машине, у меня это Jenkins Master, то у вас там эти слои сохраняются. То есть, если у вас есть вот такой слой с кучей команд, еще какой-то слой команды и слой команды, если вы вносите изменения только вот в этот последний слой, то есть, только вот эту четвертую строчку меняете, то у вас сборка пропускает, грубо говоря, вот этот второй, третий шаг, она смотрит, смотрит эти команды, видит, что команды не изменились, проверяет свои слои, видит то, что в слоях изменения производить не нужно, и сразу выполняет четвертый шаг. То есть, если у вас какой-то громоздкий такой Docker файл, который, не знаю, скачивает кучу инструментов разработчиков, потом какие-то компиляторы, запускает какую-то дикую компиляцию, то нужно думать, что объединять в один слой, потому что вот этот исходный слой, когда он ставит все эти необходимые для сборки инструменты, его, наверное, лучше не менять. Но мы к этому придем, потому что есть еще сборочные образы отдельные. Собственно, что сейчас я хочу внести какие-то изменения, я, пожалуй, там объединю какую-нибудь, допустим, строчку вторую и третью. Я это сделаю так, я напишу И, то есть, выполнив все вот эти вот действия, если они пройдут успешно, выполни следующее действие. Следующее действие у меня будет называться pip.instal.vskli. Для красоты я оставлю на этой строчке, то есть, вот здесь вот я поставлю вот такой вот символ, который мне скажет экранировать символ, идущий после него. После него у нас идет невидимый символ переноса строки, я его экранирую, таким образом у нас его как будто не существует, и оставляю вот так. То есть, теперь это у меня будет один слой. Сохраняя изменения, давайте напишу Combined to runs, не будем с 1 to 1, отлично, коммитим изменения. Теперь у меня получился докер образ, вместо трех ранов в нем теперь два, и теперь нам останется только дождаться, когда у нас Jenkins сработает и увидит это. Можно еще включить автообновление страниц, чтобы поскорее мы это с вами увидели. Вот сразу я вижу то, что появился pending третья сборка. Вот он пытался ее запустить, сейчас снова страничка у меня обновится. Вот она обновилась, и мы видим то, что сборка уже пошла. Переходим. Смотрим консоль output. В консоль output видим то, что вот появился новый коммит, объединил два пробега. И вижу то, что вот у меня выполняется эта команда. Я только там пробелов напихал, и они поэтому здесь некрасиво выглядят. Это можно в SCM поправить. И вот он пошел собирать наш образ. Так как, смотрите, в прошлый раз у нас с вами... Давайте посмотрим, за сколько у нас в прошлый раз выполнилось это. Мы видим то, что в прошлый раз у нас за секунду он провел изменения, за 783 миллисекунды он увидел то, что у нас в докер файле нет абсолютно никаких изменений, поэтому он все эти докер-образы, докер-слои пересобирать не стал. И мы просто получили тот же самый докер-образ. Сейчас он у нас увидел изменения, и поэтому он пересобирает заново вышестоящий слой. Соответственно, как я и вам говорил, если у вас несколько строчек и несколько слоев, если вы изменяете какую-то из вышестоящих строчек, то пересобирается вышестоящий слой, и из-за этого будут вынуждены пересобираться все нежестоящие слои. Ну, собственно, можно, конечно, дожидаться, можно не дожидаться. Мне кажется, можно не дожидаться. Я думаю, там и так все сработает. Давайте посмотрим, что у нас на каком шаге. Ну вот он уже начал ставить AWS-кли. Я думаю, все получится, можно на этом застопить. Docker образ соберется. Итак, разговоров у нас с вами получилось больше, чем дело, но эту штуку нужно было объяснить. Нужно из всего сегодняшнего занятия запомнить только то, что лучше сделать так, чтобы ваша система хранения кода сама запускала сборки. В случае GitLab это очень удобно, потому что GitLab сам себе CICD, он умеет не только хранить код, его еще и собирать. Но, в общем, вам нужно сделать так, чтобы у вас система хранения кода сама запускала эти джабы. То есть вам нужен какой-то линк между ней и вашим сборочным конвейером, в нашем случае Jenkins. Если это невозможно, мы можем сделать вариант, который мы сделали сегодня с вами. Вариант, когда у нас система хранения кода пинает Jenkins сама, тоже рассмотрим. Мне для этого надо будет Jenkins как-то вывести наружу. Ну, что-нибудь придумаем, у меня виртуалок полно. В общем, если будут вопросы, задавайте. А я поехал в ГАИ, меня тут хотят за глупости одну прав лишить. Я думаю, не лишат. Всего хорошего.